Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители! Сегодня мы посетим мой любимый зоомагазин «Четыре лапы», познакомимся с продукцией «Нилпа», которая производит ООО «Ниватропик» в городе Санкт-Петербург, и поговорим о этих четырех препаратах. Что же у нас сегодня есть? Повышение карбатной жесткости, повышение PH, а также антихлор и антиаммиак. И о каждой из них мы сегодня поговорим. Сразу стоит сказать, что данная продукция дешевая. По сравнению с компанией «Тетра», с компанией «Сера», она не удалит по вашему карману. Естественно, кроме, пожалуй, антихлора, все эти три препарата применяются только после проверки воды аквариумной с помощью тестов. В каждой из этих коробочек находится полимерный пузырек. Давайте достанем, посмотрим, как он выглядит. Вот такого вот плана. Также, ну, продукция эконом-класса, поэтому инструкция в комплекте не идет бумажная отдельно, она находится вся на коробочках. Инструкция, техника безопасности и так далее. Дальше. Часто, особенно в компании АВЗ, колпачок 5 мл, здесь такого нет, здесь идут рисочки. То есть, ориентироваться нужно будет по ним. Ну, а теперь давайте разберем каждую из этих четырех продуктов, для чего они нужны, для чего они необходимы и как ими пользоваться. К-Аш-Плюс. Ну, уже из названия понятно, для чего необходимо данное средство. Конечно же, для повышения карбонатной жесткости. Ни для кого не секрет, то, что аквариумные рыбки в большинстве своем не могут развиваться полноценно, если вода будет слишком мягкая. Карбонатная жесткость, или, как еще говорят, временная жесткость, естественно, необходимо в таких случаях повышать. И вот это данное средство как раз для этого и предназначено. Естественно, перед тем, как заливать данное средство, необходимо измерить величину карбонатной жесткости в аквариуме. Инструкция по данному средству очень проста. Здесь идет 5 мл. Смотрим, опять же, по шкале. Шкала у нас вот здесь находится. 5 мл на каждые 40 л воды аквариумной. Соответственно, если мы будем заливать 5 мл на 40 л воды, то у нас увеличится карбонатная жесткость на 1 единицу. Но не стоит сразу резко поднимать величину карбонатной жесткости, иначе с рыбками может произойти что-нибудь плохое. То есть, они могут погибнуть, да и вообще получить стресс. Та же манка может высключить и так далее. Вообще, любые изменения, резкие изменения воды в аквариуме очень пагубно влияют на аквариумных рыб. Поэтому, повышайте постепенно, и сам производитель говорит о том, что не более 2,5 единиц за 12 часов можно поднимать. И, естественно, после того, как вы залили, после того, как прошло 12 часов, перед тем, как вновь добавлять, то есть еще повышать показатель данный, необходимо заново измерить карбонатную жесткость воды с помощью тестов. PH+, еще один показатель, который необходимо контролировать и при необходимости необходимо поднимать. Данный реактив расходуется больше, чем KH, здесь уже идет 2,5 мл на каждые 10 литров аквариумной воды, если 5 мл, соответственно, 20 литров аквариумной воды и так далее. При этом поднимается, при такой дозировке поднимается примерно на 0,2-0,3 единицы, при такой дозировке. Но больше, чем на 0,5 единиц поднимать в течение 12 часов не стоит. Поднимать также необходимо постепенно, постепенно. И по истечению 12 часов, опять же, необходимо проконтролировать уровень PH и при необходимости, опять же, добавляем реактив, согласно инструкции. Давайте перейдем к следующему реактиву. Реактив Нилпа антихлор очень актуален при очистке водопроводной воды, добавляемой в аквариум от хлора и хлораминов, соответственно. А также после обработки хлоркой грунта, на канале ПАР есть отдельное видео, посвященное такой обработке, после обработки хлоркой оборудования и декораций из аквариума. Данное средство не наносит ущерба ни рыбкам, ни растениям. Добавляют этот реактив из расчета 5 мл на каждые 50 литров воды. Соответственно, данный флакон рассчитан на 1000 литров воды. И последнее, и, пожалуй, самое интересное средство, на которое я хочу обратить ваше внимание, это антиаммиак. Оно предназначено не только для очистки воды в аквариуме от аммиака, но и от хлора и хлораминов. И, конечно, без ущерба для рыб и растений. Данный реактив выглядит как бледно-голубая прозрачная жидкость. Добавляют по 5 мл на каждые 40 литров воды. При этом следует учесть, что значение PH влияет на скорость действия антиаммиака. Чем ниже PH воды, тем медленнее работает реактив. При PH воды равной 7, реактив удаляет аммиак примерно за 5 минут. Прошу обратить внимание на то, что реактив не следует добавлять в воду, если в ней содержатся лекарственные красители. Такие как метиленовый синий, трипофлавин или малахитовый зеленый. Конечно, эти 4 препарата не все, что производит компания Нилпа. Она производит еще многое и многое другое. Но на этом видео подошло к концу. Обязательно ставьте пальчик вверх. Пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Понравилась ли вам продукция, пользовались ли вы ей. Мне будет очень и очень интересно почитать. А у меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok